Всем привет, ребят! Меня зовут Настя, и сегодня со мной на канале... Должна представиться. Ну, меня зовут Лера, как бы. Ну, можете и так меня называть. Лер Валева. Всем добрый вечер или доброе утро. Да. Я какую-то хрень сморозила сейчас. Сегодня Лера любезно пригласила меня в гости, и мы решили снять видео. Вопросы начинающего блогера. Да. Более профессиональному блогеру. Ну, более профессиональному, да. Мы решили, что что-то из этого может получиться. Посмотрим. Вы часто оставляете комментарии на тему, как снимать видео, как вообще начать. И поэтому я решила задать эти вопросы Лере. И она ответит с точки зрения профессионального блогера, а я с точки зрения начинающего. Мне, кстати, тоже очень часто задают вопросы. И мне очень интересно, насколько ты конкретизировала все эти вопросы. Потому что самый частый вопрос, как ты снимаешь видео. Ну, на этот вопрос можно ответить по-разному. Как монтирую, какой камерой там, вообще, в принципе, как выбираю локацию и всякое такое. В общем, мне очень интересно, какие вопросы ты выбрала. Так, ну давай начнем. Чаще всего вот в личном... У меня бывает оставляют в комментариях, даже пишут личную, в личном сообщении, о чем снимать. Просто вот как начать, на какие темы вообще снимать видео, что ты думаешь? Ну, вообще, когда я начинала, естественно, у меня не было аудитории. И было очень сложно понять, что люди хотят смотреть. Но я даже сейчас пользуюсь таким небольшим лайфхаком, если это можно назвать именно так. Я просто залезаю в YouTube и смотрю по своим любимым влогерам, какие видео у них чаще просматриваются. И как-то выбираю ту тему, которая нравится мне больше всего, и снимаю именно на нее. Ну, раньше, естественно, я прописывала всякие сценарии, чтобы об этом четко поговорить. Сейчас же я просто сажусь такая, интересно, на какую же тему я буду снимать? И просто вспоминаю какие-то комментарии, что мне писали, сними там про макияж на какую-то бьюти тематику, или поговори о чем-нибудь с нами. И вот как-то так выходит все. У меня тоже бывает, я просто выписываю, например, идеи, что я хочу снять, и потом просто какой-то день выбираю, что именно сегодня я снимаю. А еще я думаю, что на YouTube нужно приходить именно с какой-то целью. Ну да. Чтобы ты будешь что-то снимать. У тебя есть такая цель? Я хочу подправлять идеи. О, это большая, высокая цель. Да, и поэтому мне когда пишут, например, то, что вот, это классное видео, ты мне вдохновила этим видео, я прям считаю, что я нужной целью иду. Нужной дорогой. Тогда да. Просто, когда я пришла на YouTube, у меня... Мне, если честно, кажется, что у меня до сих пор нет какой-то определенной конкретной цели, для чего я занимаюсь своим каналом. Просто я даже, наверное, не то чтобы для кого-то это делала, в первую очередь я все-таки делаю это для себя. Во-первых, я не выкладываю никогда видео на канал, которые мне лично не нравятся, которые, например, когда я вас сняла, я лучше пересниму его уже заново. Я в первую очередь, еще раз повторюсь, делаю это для себя, для своего комфорта, для своего развития. И у меня есть такие видео, например, как там студенческие работы. Кому-то они нравятся, кому-то нравится это смотреть, кто-то говорит, зачем ты вообще это выкладываешь, кому это интересно. Я говорю, во-первых, наверное, когда я начинала все-таки вести свой канал, я думала, что когда я буду заливать свои студенческие работы, их будет просматривать большое количество людей. И, в принципе, сейчас, когда там какой-то двухминутный ролик смотрят по 10 тысяч человек, по 15, там есть какие-то студенческие по 30 тысяч человек, меня посмотрели, это очень приятно, потому что, когда снимаешь видео в универе, очень многие ребята выкладывают в интернет, и это совершенно не просматривается. То есть это, грубо говоря, они сняли и выложили, и, грубо говоря, как выбросили в мусор, потому что никому это не интересно. Мне именно нравится, что людям интересно смотреть мои работы в этом студенческие. Это круто, да, тем более тем, кто учится на такой же профессии. Да, кстати, я очень сильно удивилась, когда мне огромное количество людей начали писать о том, что они тоже хотят стать режиссёром, что нет, они собираются поступать. Даже я думала о твоём университете. Ну, это другая тема видео про мой университет, и на самом деле для меня очень странно, когда люди пишут, вот, расскажи там про свои вступительные экзамены, хотя, по сути, вы можете просто зайти на сайт этого института, посмотреть, какие вступительные экзамены, потому что, естественно, каждый год они меняются. С моего поступления уже прошло 4 года, и я очень сомневаюсь, что условия остались те же. Дальше, на что снимать? Вот это уже было, я часто спрашиваю, какую камеру выбрать именно на камеру. На что снимать? Хорошо. Когда я начинала, у меня была уже полупрофессиональная камера, по-моему, это было, когда 650 лет, но он у меня был только потому, что я поступила на тот момент в институт, и мне нужна была нормальная камера, поэтому я попросила папу, и мне папа купил такое более-менее нормальное такое сочетание качества и цены. Так что, если вы начинающий блогер, и если вы, в принципе, любите фотографировать и снимать, не только для продолжения своего, там, YouTube-канала, мне кажется, это хорошее вложение. Потом, ну, это такой, знаете, если прям такой фотоаппарат брать. А у меня есть сейчас камера, я ее называю влоговой камерой, хотя, на самом деле, я на нее снимаю абсолютно все, это Canon G7X, по-моему, она как-то так называется. Мне кажется, что она будет идеально подходить для начинающего блогера. Я не знаю, если честно, сколько она стоит соотношений именно с Canon 650D, но для видео она подходит просто. То есть, вы можете не запариваться ни насчет света, ни насчет звука, она сделает вам просто идеальную картинку, и звук, и вы будете в восторге, и будет одно удовольствие монтировать, потому что я помню, когда я начинала снимать вот на свой 650D, это было так муторно в плане там поставить, чтобы четкость была, сесть правильно на место, сиди, чтобы камера не отключилась там каждые 15 минут, а эта камера снимает и снимает вообще спокойно. Я вот тоже, я взяла вот эту камеру буквально на месяц-два, заодно я взяла ее не новую, я брала ее с ловитой, получается, я взяла вот ее, это Canon 600D, и на которой мы сейчас снимаем, и два объектива, это портретник и вот это, я все вместе взяла за 20 тысяч. О, нормально. Да, то есть, ну, да, серьезно, кто везло, то, что... Вот, но, если честно, я пожалела, да, то, что я вот не накопила денег и не взяла все-таки вот более влоговую камеру, потому что вот с этой камеры в ней снимать, можно сказать, но только на определенной локации, то есть ее поставила на штатив, к ней нужны и штатив, к ней нужны микрофоны и желательно свет, вот, а если брать влоговую камеру, да, она стоит дороже, ну, вот, ну, наверное, два раза больше, чем я отсказала, 20 тысяч, точно на 40 тысяч. Ну, слушай, я не знаю, я просто... Ну, примерно так, типа, такой ценовой категории, вот. И я бы, наверное, думала, я бы лучше все-таки поднакопила и взял бы вот такую поменьше, поэтому, да, думайте. Но, тем не менее, если вы не уверены, что вы будете снимать дальше, что вы вообще будете снимать, если вы не знаете, то лучше, наверное, все-таки взять более универсальное. Ну, да. Ну, та камера мне очень нравится, что она очень компактная, ее хоть куда засунула и везде, хоть где досталось снимать, вообще спокойно. Потому что на нее можно вообще все снимать, а на эту только вот дома, не знаю, если только как-то оборудование еще все к ней покупает. Да, ну, эта камера тоже делает очень красивую картину. Но нужно, да, свет и все это можно туда поставлять, это будет. А что касается, вот, знаешь, мы и те, если видеокамеры. Я вот даже, если честно, их вообще никогда не рассматривала, потому что я всегда игралась за качеством. Я думала, если начинать снимать, то сразу качественные ролики. Ну, да. Если честно, у меня никогда не было видеокамеры прямо с тобой, как видеокамеры. Я не любила, ты до родителей. Ну, родители раньше была, еще на дисках такая, знаешь, стремлялась. Но я ни разу не пробовала на нее снимать. Хотя, по сути, на такую камеру, мне кажется, будет даже лучше качество. Хотя, блин, сейчас, мне кажется, за качеством гнаться на всех аппаратах примерно одно и то же качество. Да, блин, на айфон не снимать. Да, кстати, я раньше влоги все свои снимала на айфон, вообще спокойно. Но просто в какой-то момент я поняла, что когда очень много людей говорят, снимай дальше влоги, влоги, а качество меня уже начало бесить, что когда ты, например, вечером идешь и хочешь снять такую офигенную картинку, а у тебя просто тимота. И ты такой, ну, как бы, как я это сделаю? Да, ну, более качественные, конечно. Так дальше, где монтировать и на чем? Все зависит от самого компьютера. То есть у компьютера бывают разные характеристики ясно-понятные, и не каждый компьютер потянет тяжелую программу. Ну, в основном все делится на Mac и на Windows. Когда я начинала, у меня был Windows, и, по-моему, у меня была какая-то программа типа Pinnacle, у меня был Pinnacle, и потом у меня поменялся компьютер. В общем, я пришла в итоге к iMovie и понял Кату. И для меня это просто идеальная программа. Я вообще честна с Катой. Я начинала. Нет, я начинала изначально снимать видео в Инстаграм. Просто такие, знаешь, короткие DIY. Вот, и я все это снимала на планшет, на свой обычный планшет. Вот, и у меня там было iMovie. Вот, причем не полная версия, то есть могла там как-то ускорять. Да, да, быстро Катя. Все, я снимала на этот, я считала себя крутым блогером, инстаграмером. Все, потом я такая думала, ну все, надо переходить на YouTube, нам становится более круче. И все, я купила камеру, и тут у меня встал вопрос, какую скачать программу. У меня Windows. Ну вот, ну вот такой средней категории компьютер. Вот, я подумала, что же мне скачать. На iMovie уже было монтированной варианты, и я такая решила, все скачаю. Посмотрела различные видеоролики на YouTube. Кстати, когда у вас есть какие-то вопросы, вы можете просто любой вопрос забивать на YouTube, и вам будет просто куча ответов. Куча и профессиональных блогеров, и не очень. Просто все ответы можно находить именно на YouTube. Ну и вот, я забила, какую программу мне скачать для монтажа видео, для начинающих блогеров. И я нашла программу Sony Vegas Pro 13, последней версии. Вот, и с тех пор я монтирую в ней полгода уже. И я, серьезно, она такая простая, я к ней так сильно привыкла. И я вот монтирую на ней уже полгода. Я пробовала перейти, кстати, на премьер-провод, это она ДОБА. Во-первых, я замучилась скачивать ее, потому что она же платная. Да-да-да, это ДОБА. Я все, я взламывала, все пыталась кодейти искать. Я стала таким профессиональным, по-моему, хакером, а компьютером, потому что мне никто не помогал. Я все это сама пыталась как-то скачать. И все. Ну, с Sony Vegas, кстати, я очень сильно мучилась в первое время, когда ты начинаешь ее изучать. Ну, в принципе, когда ты начинаешь изучать любую программу. Ты в любой программе мучаешься. Но главное, чтобы ты сам мучился. Не заставляйте других людей вам помогать, иначе вы... Да-да. Ну, это надо... Просто... Ты должен полюбить это дело. Монтаж — это такое дело, ты должен прийти к нему. Да, чтобы уже потом просто практически на автоматике ты все быстро монтируешь. Да-да-да. У меня уходило, наверное, часа четыре точно. Просто на какой-нибудь короткий ролик. Без всяких там ставок крутых, без всяких там дополнительных видеодорожек. У меня было две видеодорожки, звук и видео. И все. И я это делала часа четыре. Потому что я каждое действие, я его гуглила. Как его сделать? У меня еще была программа не на русском. Вот. И я все это гуглила. И у меня уходило реально много времени. И сейчас у меня уходит, наверное, часа полтора-два. Так. Вот. То есть, когда вы более профессионально изучите эту программу. Ну, как профессионально. Просто узнаете ее. Вот. У вас будет уходить намного меньше времени на монтаж. Но главное — это нужно сохраняться. Потому что, серьезно, я вот в Sony Webby семантирую. У меня бывает, что все вылетает, и ничего не сохраняется. И это ужасно. Я бы... Вот ты говори, плакала из-за этого? Просто... Я бывала. Когда монтируешь на Маке, на Маке он как-то автоматически все сохраняет. И когда вылетает, все равно все остается. Я копила на MacBook. Вот. Копите на MacBook. Начинаете уже сейчас. Я помню, я один раз плакала вот из-за этого пинакла. Потому что у меня тоже все вылетело. Я только смонтировала. Это была моя одна из первых самых работ. Я очень сильно мучилась. У меня все вылетело. И я такая, все... Я меняю все свои технику. Меня все это бесит. Да, это есть. И на этом первая часть этого видео подходит к концу. И вторую часть вы можете увидеть у Леры на канале. Ссылка будет обязательно в описании. Переходите. Переходите. И на этом все. Всех целую. Понимаем. Я вот так делаю. А, у меня другая кошка. До встречи. Пока. Мы, кстати, реально мы одинаковые. Что, смотри. Ну давай, ты у нас следующая. Жги. Начнем. Ну ладно, давай. Побрезаю. Все твои слова. Просто, просто. Меня зовут Лера. И все, мы на этом закончим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok